Это утро 24 КЗ, мы в прямом эфире продолжаем. На 5,5 миллиона детей в Казахстане приходится всего 148 музыкальных школ. Данные по количеству таких организаций сообщили в Минпросвещение. Опытные искусствоведы считают в стране не только дефицит музыкальных учреждений, но и проблемы с их материальным оснащением. Полина Зачиналова продолжит тему. На Домбре восьмилетний Руслан Арестан учится играть уже больше года. Мальчика еще в трехлетнем возрасте потянуло к этому струнному инструменту, рассказывает мама ребенка. Спустя время родители записали первоклассников в частную студию творчества, хотя изначально хотели поступить в государственную музыкальную школу. Я начала искать и нашла только две государственные музыкальные школы. И они были очень далеко по местонахождению. То есть это надо было прям ехать, везти. И учитывая то, что там несколько, много раз в неделю, то есть там разные специальности, сольфеджио, хоры и так далее, но это было просто невозможно нам ездить. В Астане, по данным Акимата, работает всего три музыкальных школы. И это несмотря на то, что здесь проживает 377 тысяч детей. Мы решили съездить в одну из таких. Раньше в этом здании располагался детский сад, но уже больше 20 лет здесь преподают музыку. К слову, школа не отличается просторностью. Маленькие кабинеты, узкие коридоры. О проблеме говорят и сами педагоги. В настоящее время у нас нехватка кабинетов. Это у нас уже давно. Кабинеты у нас маленькие. Но стараемся вмещать всех желающих. Хотелось бы, конечно, расширяться. Нам нужны большие залы для концертов наших детей. Хочется, чтобы расширилось, конечно, и больше охват был детей. Ежегодно приходят дети около 400 детей. Из них мы отбираем 150 детей. Количество музыкальных школ по стране скудное. Об этом говорят и сухие цифры. Согласно официальной статистике, в республике работает всего 148 таких учреждений. В Ангстаусской области на 300 тысяч детей всего одна школа. В североказахстанском регионе две. Страдает и материально-техническое оснащение учебных заведений, говорят опытные искусствоведы. Большинство, надо сказать, что они выживают. Я так вижу. Вот мы ездим по стране и видим, там работают прекрасные педагоги. Это все то, что осталось от старого Советского Союза. Конечно, вся материально-техническая база. Старые пианино, старые классы, необорудованные. Конечно, директора школ, отделы образования, все пытаются что-то делать. Но вы сами знаете, что культура всегда финансируется по остаточному принципу. Это здания, они должны быть приспособлены со специальной звукоизоляцией, со специальными классами, со специальным инструментарием, оснащением инструментариями, методические пособия должны быть. Поэтому большинство родителей творческих детей дают предпочтение частным центрам и репетиторам, считают эксперты. Но такие занятия не равно разностороннее музыкальное образование. Основная база профессионального образования музыкального в нашей стране это фундамент, честно скажем. Если не будет детских музыкальных школ, не будет поступления в музыкальные колледжи. Если колледжи не будут дополучать специалистов, естественно, наши вузы, 4 творческих вуза, они будут сидеть без специалистов. Ну и тогда у нас вся культура рухнет. Ранее стало известно о выделении бюджетных средств на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и концертных организаций. Об этом сообщил сам глава государства на церемонии награждения работников культуры и искусства. Деньги выделены впервые за три десятилетия. Полин Зачналу, Мирейталаб, 24КЗ.